Здравствуйте, уважаемые подписчики и клиенты компании Amarkets. По традиции для вас делаю ежедневный обзор рынков с точки зрения ВАЭСа и прайс-экшена. Если вы увидите меня впервые, меня зовут Артем Звездин, и я делаю вот такие достаточно простые, но не менее эффективные анализы. Давайте мы сначала начнем с пары фунт по отношению к доллару. Посмотрим, как эта пара себя оправдалась. Если помните верхнюю непосредственно область, мы обозначили как сильный продавец, а рынок сразу после открытия стал откатывать вниз и стал откатывать достаточно серьезно. Однако на данный момент ситуация может немножко измениться. С чем это связано? С тем, что у нас медвежьи объемы потихонечку начинают снижаться. Давайте я сейчас подключу непосредственно ножницы и обозначу данную область. Если вы обратите внимание, у нас медвежьи объемы начинают потихонечку снижаться. Так или иначе, мы видим, что у нас пока еще нет доминации со стороны бычьих объемов и это может свидетельствовать немного о некой флетовой остановке, флетовой затормозке и как следствие ухода в такую затяжную пилу. Давайте мы с вами посмотрим на 4-часовой график, что мы в целом здесь имеем. Мы имеем запас хода до уровня 1.26.825 и мы видим также достаточно серьезное, собственно говоря, движение вниз. Однако мы также видим, что мы находимся у уровня 1.27.997. Прошу прощения, что немножко прерываясь. Давайте посмотрим, где этот уровень и как он сформирован. Вот этот уровень. Мы видим, что мы его пробили и здесь тактика у нас примерно заключается в следующем. Покажу это на 4-часовом графике, чтобы это было лучше видно. Сейчас, если мы пробьем данную область, данный уровень и немножечко откатим к нему с обратной стороны, то есть делаем примерно подобный сценарий, то у нас есть приоритет движения до уровня 1.26.825. Если мы и здесь пробьем, но я, если честно, сомневаюсь в том, что мы сможем пробить данный уровень, мы будем двигаться к уровню 1.25.581. В случае, если мы рассматриваем покупки, покупать на данный момент достаточно опасно и мы не видим некой доминации со стороны быков. Во всяком случае, быки еще не появились на объемах. Пока что на данный момент мы видим, я еще раз немножко повторюсь, мы видим одинаковые объемы и это свидетельствует о том, что рынок может уйти в некую пилу, в некое флетовое замедление. Когда вы увидите на следующей неделе, если подобное произойдет, увеличение бычьих объемов, как и вот, например, здесь было в этом сценарии, то есть видите, у вас бычьи объемы потихонечку-потихонечку увеличиваются. Когда вы подобное увидите на фоне соответствующего контекста рынка, как, например, сейчас, это будет сигнализировать о том, что в рынке у нас появились достаточно сильные покупатели и вы, в принципе, можете покупать. То есть, вот смотрите, вся вот эта вот пляска касаемо продаж сейчас и вся эта пляска касаемо некой флетовой остановки, она базируется только на том, что в рынке у нас не появилось достаточных покупателей. Как только покупатели у нас появляются, у нас есть огромный потенциал движения вверх. Покупателей пока еще нет, но как появится, тогда вернемся, собственно говоря, к покупкам. Если у вас прям так руки чешутся купить, покупайте от диапазона 1.28.985 и 1.28.850 с удержанием до 1.368. Если у вас так руки чешутся купить данный инструмент, вы можете, в принципе, купить от диапазона 1.28.985 и 1.28.850, там уже появятся у нас быки, но с удержанием сделки до 1.29.862 и 1.368. То есть, вот такие вот несколько сценариев. Если рынок уйдет у нас во флетовое накопление, в так называемую пилу, нам нужно будет сделать новый анализ, поскольку достаточно проблематично сказать, какая по волатильности будет у нас пила. Если эта пила будет широкой по волатильности, вы, в принципе, можете от нее продавать и покупать в рамках непосредственно вот этих вот двух областей. Уровни здесь не изменились и, в принципе, ничего из анализа по большому счету вот как бы не поменялось. Анализ мы сделали, он неплохо отработал и вот мы продолжаем двигаться в его сторону. Давайте теперь перейдем к евро-доллару. Если вспомните, сверху я тоже обозначил достаточно мощного продавца и сказал, что мы его не пробьем, что будем двигаться вниз, но так, собственно говоря, оно и получилось. Мы продолжаем двигаться вниз. На данный момент мы видим, что у нас есть небольшое ослабление со стороны медведей. Что касается стороны быков, мы видим также некоторое ослабление. Это означает, что у нас есть дальнейший потенциал дальнейшего движения вниз. Поэтому здесь я бы не рекомендовал вам покупать данный инструмент. Если говорить о покупках, ждите пробоя последнего крупного максимума. Это уровень 1.10.775. Закрепление выше. Тогда можете купить до уровня 1.11.754. Это такие два фундаментальных ключевых уровня, на которые вы можете, в принципе, ориентироваться. То есть вот примерно подобный сценарий, если мы рассматриваем покупки. Да, обратите внимание, что здесь мы не будем учитывать вот эти уровни. Почему? Поскольку мы имеем достаточно хорошее нисходящее движение, в рынке уже появилось очень много продавцов данного инструмента. И, безусловно, эти продавцы накопили свою позицию, их сейчас будут непосредственно стопить. Но на данный момент, пока у нас еще также нет покупателей, примерно точно так же, как и на фунте. Как только покупатели появятся, вся вот эта вот картина, она может поменяться. Но на данный момент у нас не появилось еще достаточного количества покупателей, чтобы двигать рынок вверх и чтобы пробивать уровни. Ну и чтобы в целом как-то продолжать движение наверх. Нужно понимать одну простую вещь. Вот когда появятся покупатели, никто не знает. Мы как бы ориентируемся на вот эти уровни. Это в случае, если они вообще не появятся. Будем ждать их там. Но если они появятся сейчас, рынок может идти точно так же во флетовое накопление. Дело в том, что рынке у нас достаточно сильное движение прошло вниз. И безусловно, рынок немножечко от него устал. Рынок может идти вот в такое вот, некоторое флетовое накопление. Ну, поживем, увидим. Очень бы хотелось, чтобы это флетовое накопление произошло. Если говорить о продажах. Мне кажется, дамы и господа, весь вот этот ресурс дальнейшего движения вниз, он немножко иссяк. И поэтому в целях сохранения своих капиталов я бы не рекомендовал вам сейчас здесь искать некоторые продажи. Да, возможно, рынок и пойдет дальше вниз. Мы этого, к сожалению, не знаем, будет ли так или нет. Но нужно понимать, что сейчас в рынке очень много продавцов. Рынок просто ими захлебывается. Более того, мы прошли практически 50% вот этой волны. И безусловно, такая халява, она будет не вечной. Рано или поздно, рынок начнет уходить в пилу с последующим разворотом, если вообще, в принципе, не развернется от точки. Это нужно учитывать. Поэтому, если вы собираетесь здесь продавать, вы можете, конечно, продать, но пониженным объемом и с очень небольшими целями. Здесь ближайшая цель 1.09.912. И здесь вы, в принципе, можете прикрывать свои продажи, если вы все-таки в эту продажу встали. Я лично здесь продажи не рассматриваю, поскольку мы уже, в принципе, неплохо свалились. И рынку требуется нормальный глубокий коррекционный откат. Как следствие, зайдете в продажу, в рынке начнется откат, вас обязательно либо пилой распилит, либо по стопам выбит. Ну, в общем, классика жанра. Поэтому воздержитесь от продаж, на мой взгляд. Просто подождите, посмотрите, что будет делать рынок с ожиданием некого широкого флета. И в этом широком флете вы можете точно так же торговать. В принципе, я здесь даже ожидаю некого флета, появления этого флета от уровня 0.09.912 до уровня 1.10.648. Такого достаточно масштабного большого флета. Но поживем увидим, поскольку предугадать вот некие диапазоны флетов практически невозможно. В общем, такой инструмент, такой, на который мы можем как-то вот смотреть, присматриваться и будем делать сделки очень-очень осторожно. Все-таки хотелось бы увидеть здесь некое флетовое замедление. Переходим к следующему инструменту. Это, конечно же, VTI. Прекрасно отработал наш анализ. Не смогли мы пробить, конечно же, уровень 57.60. Но, в общем и в целом, у нас есть еще некий диапазон. Есть некоторая, можно сказать, запас хода до уровня 59.68. Это означает, что если мы пробиваем данную область 57.60, то, в принципе, мы можем ждать здесь появления некоторых покупок и будем ждать данный инструмент уже гораздо выше. Если мы пробьем данную область, мы, в принципе, можем дойти до уровня 59.67. Ну, до уровня 60, можно сказать. То есть, это примерно вот такой сценарий. Пытаюсь уже в третий раз сделать нормальный скритшот. То есть, примерно вот подобный сценарий. Если мы говорим о продажах. На данный момент, мне кажется, продажи еще слишком ранное явление, поскольку на данный момент, если вы обратите внимание, в рынке у нас очень сильные беки. У нас есть повышение на бычьих объемах. Эти бычьи объемы возрастают. Более того, с появлением возрастающего объема у нас также увеличивается волатильность. Это признак силы. Но, но, на фоне этого мы видим последние свечи. Да, это, безусловно, пятница. Это 8 ноября. И, безусловно, говорить, ну вот судить по пятнице о всем рынке достаточно, знаете, не совсем логично, не совсем правильно. Но, тем не менее, при подходе к уровню 57-60 мы видим, что свечи у нас потихонечку-потихонечку сжимаются на фоне обычных объемов. Что это может говорить? О чем это может говорить? О том, что в рынке потихонечку заканчивается бычья сила. И, как следствие, это может свидетельствовать о неком развороте. Но на данный момент у нас в рынке не появились еще достаточные по силе медведи. Однако, если вы обратите внимание, у нас есть снижение медвежьего объема, но вот у нас появление уже такого достаточно крупного медвежьего объема, который гораздо больше предыдущего, гораздо больше предыдущих медвежьих объемов. И это тоже будет свидетельствовать о том, что в рынке у нас потихонечку, полигонечку появляются продавцы данного инструмента. Но давайте теперь посмотрим уже на реализацию непосредственно данных продаж, как эти продажи непосредственно происходят. Если вы обратите внимание, рынок у нас двигается вниз, у нас потихонечку-потихонечку возрастали медвежьи объемы. Но при этом нет, не было никакой реализации. Вполне вероятно, что на данном уровне 55-63 засел достаточно, достаточный по силе покупатель, давайте я его перенесу сюда, который рынок, собственно говоря, сдерживает. Как бы, понимаете, вся вот эта вот тряска касаемо покупателей и продавцов, как бы мы сейчас не столкнулись, знаете, с чем, с неким, с неким вот таким вот флетовым опять-таки настроением в диапазоне 57-60, 55-63, поскольку сверху мы видим у нас появление достаточно интересного, собственно говоря, продавца данного инструмента. Это то, о чем я говорил, что мы подходим наверх, у нас свечи снижаются, объемы у нас возрастают. Снизу у нас находится покупатель данного инструмента. Давайте я это немножко обозначу. То есть рынок сейчас, по сути дела, знаете, как зажат в некой флетовой истории, флетовом коридоре, флетовом канале, если хотите. И здесь вы, в принципе, можете торговать в рамках этого флета между уровнем 57-60 и уровнем 55-63. Ну и здесь вы знаете, что делать. В случае с долгосрочными покупками пробиваем уровень 57-60, закрепляемся выше, покупаем данный инструмент. В случае с продажами, ну в случае, если мы пробьем 55-63, закрепимся ниже, тоже продаем данный инструмент. Но на данный момент, пока внутри дня, можете торговать в рамках диапазона 57-60 и 55-63. Серединный уровень 56-75. То есть торговля тупо во флете. Приходим к следующему инструменту. Это, конечно же, биткоин. Если помните, я предвещал в этом диапазоне некоторую остановку. Сейчас, по большому счету, она и произошла, но я бы не сказал, что это прям полноценная остановка, на которую мы можем, в принципе, как-то надеяться рассчитывать и так далее. Тем не менее, уровень 87-50, 8756, это такой уровень серединного некого диапазона, вот подобного прострела. И здесь мы имеем такую картину, что мы прямо подошли к этому уровню. И сейчас вот такая двоякая ситуация. У нас на рынке нарисовывается некая развилка. С одной стороны, если мы пробьем уровень 87-56, мы будем иметь запас хода как минимум до уровня 84-54, либо 82-88, и это в случае, собственно говоря, с продаж. Если мы все-таки сможем удержать данный уровень и немножко попилим, попилим здесь, отскочим наверх, откатим в обратную сторону, то мы можем, в принципе, вернуться к диапазону 9360. На данный момент рынок по-прежнему немножечко переоценен, в целом, если мы говорим по биткоину. И давайте сразу перейдем на часовик, посмотрим, что у нас тут на часовике и отрисуем все эти непосредственно сценарии. Давайте я сделаю, собственно говоря, скриншот. Скриншот. И вот здесь вот, если мы будем пилить, попилим, попилим, отскочим наверх, сделаем откат, мы можем двигаться к уровню 9360, то есть через уровень 9000. То есть примерно подобное движение. В случае, если мы все-таки продолжим дальнейшее движение вниз, ожидаем некого ретеста, можно сказать, с обратной стороны, и движение вниз в область, сейчас я ее уже обозначил, 8454, да даже, в принципе, 8288, такая вот некий диапазон случаев, собственно говоря, с продажами. Говорить о каком-то долгосрочном росте я бы пока не стал, дамы и господа. Вы мою шутку про 100 тысяч, собственно говоря, долларов за биткоин воспринялись серьезно, но, ребят, нужно понимать, что это просто шутка. 100 тысяч долларов за один биткоин, но, может быть, когда-то и будет, но явно, думаю, что не к концу этого года. То есть вот этот прострел в рамках 3000 долларов, в рамках нескольких суток, он был сформирован непосредственно фундаментальными параметрами, новостями, новости уже отыгрались, и вы всегда помните, как новости, в принципе, отыгрываются у нас, да? У нас есть какая-то точка, рынок у нас уходит резко наверх, потом откатывает, откатывает, и где-то доходит до этой точки. Либо, если мы говорим о переоцененном рынке, то рынок делает вот так. Все больше и больше крипторынок у нас приходит к такому, знаете, нековой величины эффективности, если можно так сказать, когда, в принципе, рынок уже изначально учитывает все, он находится в таком перегретом достаточно виде, и какая бы новость бы не выходила, рынок всегда будет делать вот подобным образом. На биткоине уже, по большому счету, это потихонечку, потихонечку происходит. Так или иначе, у нас есть два сценария, которые вы можете, в принципе, использовать. Говорить о чем-то долгосрочном можно будет только тогда, когда мы, в принципе, проторгуем в этот уровень 87-56, и покажешь, вот что рынок дальше покажет, в зависимости от этого уже будем делать дальнейший анализ. Приходим к иене. Иена, если помните, прекрасно отработала наш анализ, опять-таки, говорил, что вот уйдем, собственно говоря, наверх до этой области, прекрасно отработали наши цели, вот просто на этой неделе у нас все достаточно прекрасно отработалось. На данный момент мы видим, что мы пробили уровень 109-148, мы видим, что в рынке у нас доминировали очень сильно быки, но сейчас мы видим, что в рынке у нас появляются достаточно мощные, можно сказать, по силе медведи, и быки у нас потихонечку сдают свои позиции. О чем это говорит? Это говорит о том, что в рынке, возможно, некоторая остановка, но у нас также остается запас хода до уровня 109-683. Поэтому, по большому счету, мы можем, в принципе, дойти до этих областей. После открытия рынка, не знаю, когда выложат данный, собственно говоря, обзор, если вы увидите некоторую флетовую затормозку, в принципе, можно прикупить данный инструмент, он сейчас находится на таких минимальных точках, а здесь у вас стоп будет очень достаточно короткий, до уровня 109-683. И с удержанием, если рынок и дальше продолжит движение, до уровня 110, уже 291. Если говорить о продажах, продажи здесь, на данный момент, на мой взгляд, они начнутся где-то примерно с диапазона 108-940. Но если говорить вот такие серьезные продажи, это 108-871. И если рынок пробивает данную область, откатывает к ней опять-таки с обратной стороны, и до уровня 108-414. Но не ниже. Пока, к сожалению, не ниже. Вот такой вот анализ. В рынке, еще раз говорю, у нас до сих пор остаются сильные медведи, но появляются, сильные быки, прошу прощения, но появляются у нас медведи. Но они, эти медведи, собственно говоря, еще достаточно слабые. Это видно по объему, по характеру движения. Вот, например, у нас есть несколько свечей, обратите внимание, какой у них есть хвост, при этом повышенный объем, явно свидетельствует, что тут внизу находится достаточно мощный продавец данного инструмента. Здесь также мы имели некоторое движение вниз, достаточно волатильное, но реализация опять не прошло. У нас опять появляются хвосты, и следующая у нас свеча бычья, что явно свидетельствует о том, что в рынке очень мощный покупатель данного инструмента. Пока его не разберут, ни о каких продажах, в принципе, речи быть не может. Но вот только от уровня 108-871 берем такой большой запас хода, чтобы мало ли вдруг к этому моменту как раз-таки этого покупателя инструмента у нас и разберут. Но в то же самое время, если вы обратите внимание на бычьи свечи, бычьи свечи у нас все заполнены, все достаточно волатильны, за исключением вот этого сценария. У нас всегда повышенный объем. Этот объем у нас потихонечку увеличивается. И это тоже свидетельствует такой положительный признак о том, что мы в дальнейшем будем иметь некоторые ланги. SP500. Здесь мне сказать нечего. Давайте обозначим непосредственно уровни, которые у нас появились. Мы видим, что рынок у нас потихонечку, потихонечку замедлился. Это, конечно же, в какой-то мере даже хорошо, но мы по-прежнему находимся на исторических максимумах. Поскольку мы сейчас имеем некоторое движение вверх, которое сформировано по большому счету с точки зрения фундаментала, сейчас опять-таки все политики сейчас начали говорить о том, что ай-яй-яй, кризис, не за горами, ай-яй-яй-яй-яй. Это сигнал для покупки данного инструмента. Поскольку как только политики говорят о том, что у нас сейчас будет мировой финансовый кризис, рынок после этого максимально быстро начинает отрастать. В общем-то, здесь примерно то же самое. В рынке у нас по-прежнему доминируют очень сильные быки. Мы видим некую инициативу движения вниз. Вот здесь на самых максимальных точках у нас появился крупный медвежий объем. Но обратим внимание на ее реализацию. У нас практически нет реализации медвежьего объема. Рынок никуда у нас, собственно говоря, не упал после этого. Более того, он остановился и на небольших объемах начал отрастать наверх. И вот сейчас у нас стали доминировать быки, и рынок просто вырывается наверх. Безусловно, это показатель такой динамичной силы. Это показатель бычьей силы. И безусловно, рынок требует дальнейшего продолжения вниз. По этой причине ждите небольшого отката. Здесь, в принципе, есть несколько уровней. Это уровень 3080. Давайте поставим его здесь. Не совсем, конечно, грамотен он. Но, тем не менее, как ориентир, в принципе, достаточно. От него вы можете, в принципе, даже прикупить. Ну и в случае, если мы пробьем уровень 3092, откатим к нему, тоже можете прикупить данный инструмент. Где выходить? Да черт его знает. Пока сверху мы не имеем никаких уровней. Так или иначе, вот пока имеем то, что имеем. Имеем движение вверх. Очень бы хотелось, чтобы и дальше мы, собственно говоря, росли. Ну, по традиции скажу, что, конечно же, у нас SP и в целом рынок достаточно перегрет. И, безусловно, мировой финансовый кризис не за горами. Но пока он не случился, можете, в принципе, смело покупать данный инструмент. Просили меня сделать золото. Забыл я вам в прошлый раз сделать анализ золота. Давайте сделаю сейчас. Золото прям валится в своей цене. Но это, в общем-то, неудивительно. Есть прямая взаимосвязь между экономикой Соединенных Штатов и золото. Если кто-то не знает, я коротко, собственно говоря, напомню. Золото это консервативный инструмент. Поэтому, когда мы имеем некий крах экономики, люди вытаскивают свои активы и вкладывают в такие консервативные инструменты. Это золото, конечно же. Это другие металлы. Это такие, достаточно, знаете, совсем-совсем консервативные элементы. Но, в первую очередь, конечно же, это золото. Так вот, когда мы имеем наоборот, например, стабилизацию той или иной экономики, но в данном случае, конечно же, мы рассматриваем американские экономики, поскольку это поводыр непосредственно всего нашего мира как такового, то мы имеем обратную картину. Мы видим обрушение цен на золото и в то же самое время стабилизацию индексов Америки. Здесь у нас это, в принципе, и происходит. То есть, СП у нас захватывает новые-новые цены, но при этом золото у нас сильно падает, поскольку инвесторы вытягивают свои капиталы с золота и вкладывают уже в растущие инструменты. Через некоторое время, я думаю, лет через 6-7, в принципе, золотом станет уже биткоин. Поэтому, ну, как-то вот так. В общем-то, живем, увидим. На данный момент мы видим, что мы подошли к уровню 40... 1460, прошу прощения. И мы видим, что мы, в принципе, имеем даже намерение его пробить. Очень даже легко. Рынок достаточно волатилен. Он очень волатильно двигается вниз, что, конечно же, показывает на силу медведей в моменте времени. В то же самое время мы видим, что у нас в рынке не появляются должные бычьи силы, которая, в принципе, могла бы здесь хоть как-то противостоять этим сильным медведям. И, конечно же, мы можем двинуться ниже. Если рынок пробивает данную область, я бы даже не ждал здесь никакого отката, честно. Признаться честно, я бы просто вставал по рынку до уровня 1445, то есть, если мы двинемся ниже. Если мы и этот уровень пробьем, то следующий диапазон у нас это уровень 1432. Но, в принципе, я думаю, что рынок немножко захребнется между уровнем 1445 и 1432. То есть, вот здесь, вот в этом диапазоне рынок может захлебнуться. В случае с покупками, покупки все-таки сейчас от нижней границы я бы не рассматривал. Слишком сильные у нас медведи в данном инструменте. У нас огромный медвежий объем. У нас резкие волатильные свечи на продажу. И, безусловно, очень страшно, очень страшно здесь заходить в покупки. Покупки бы я рассматривал от уровня 1474. И эти покупки, в принципе, можно даже удерживать до уровня 1496. Это такой уровень, достаточно мощный. Это середина такого глобального флетового коридора, флетового канала. Но, нужно учитывать, что мы сейчас вышли с этого флетового коридора, флетового канала. И, безусловно, люди, которые покупали данный инструмент, сейчас их будет стопить. Их уже немножко отстопило. Безусловно, сейчас мы подошли к крупному уровню. Вот этот крупный уровень. Конечно же, сейчас у нас в рынке появятся быки, которые, безусловно, этот актив поведут наверх. Но я бы не стал на это вестись. Почему? Обратите внимание на объемы. У нас очень сильные медвежьи объемы. Рынок буквально падает вниз. Падает, 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 падает. Причем мы не видим никакой слабости со стороны медведей. Мы не видим, что в рынке появляются, знаете, какие-то заминки, остановки, что-то в этом духе. Снижение какого-то медвежьего объема. За исключением пятницы, но пятница это такой день, там всегда объемы, в принципе, снижены. Мы видим, что у нас есть четкое увеличение медвежьего объема. И, безусловно, рынок как бы просится еще ниже. Мы не видим здесь некой остановки. Поэтому я бы не стал говорить, что вот покупаем сейчас от нижней границы и так далее. Ждите пробоя уровня 14.74. Тогда, в принципе, можете уже подумывать, что-то там прикупить. То есть тогда бы мы вошли вот в этом диапазоне. Здесь схематично, знаете, как выглядит картина. То есть мы сделали вот так. И вот у нас этот уровень. Вот если мы пробьем его, тогда мы можем здесь ожидать некого движения в рамках опять этого флетового коридора. Это означает, что вот это был вынос стопов, выгруз колечник пассажиров, да что угодно. Но это будет свидетельствовать о том, что мы дальше будем находиться в такой вот, собственно говоря, пиле. В случае с продажами, ну с продажами я вам, собственно говоря, здесь сказал. Но на данный момент рынок как бы просится вниз. Давайте я сейчас посмотрю непосредственно то, что вы написали на предыдущем обзоре. Читаю ваши комментарии, которые вы оставляете и сразу на них непосредственно отвечу. Спасибо, не за что. Это анализ золота я сделал. Достаточно простой анализ. То есть странно, что здесь, ну в принципе, торговать по золоту на данный момент достаточно легко. Хотя я не рекомендую никогда новичкам торговать золото. Золото достаточно сложный инструмент. Многие даже профессиональные трейдеры стараются его не торговать. Ну я вам не советую торговать на сложных инструментах. Еврюга для меня непонятно, почему евро той самой новостной шпилькой не обновил минимум. Для выноса стопов перед подходом вверх, чтобы прям всех лишних пассажиров выкинуть. Для меня на тейк по шорту сняли чуть не хватило. На данный момент жду подхода. Ну, Дениса. Нужно понимать, что... Кстати, Денис, привет. По-моему, мы даже знакомы. Нужно понимать, что не всегда рынок двигается именно в ту область, где вот прям максимальная концентрация стопов. Иногда, в принципе, если на рынке есть крупный продавец либо покупатель, ему достаточно просто небольшого пинка дать, просто небольшой загрузочки для того, чтобы дальше продолжить движение. Более того, иногда в рынке бывают такие ситуации, когда позиция накоплена еще до того, как. И поэтому здесь, ну знаете, такой момент. А вот прикол будет, если биток так стрельнет. На самом деле, пока флэт на рынке и все еще тренд нисходящий глобально. Что касается биткоина. Ну да, в принципе, тренд у нас нисходящий, глобальный такой. Это факт. Действительно, мы имеем движение вниз. Ну, поживем и увидим. Это биткоин. Ну, что вы хотите. Это такой волатильный инструмент. Его бог его знает, что ему завтра в голову придет. Вся его беда заключается именно вот в таких вот прострелах. И это с одной стороны плюс, с другой стороны минус. Ну, вот эти вот моменты, они всегда вводят начинающих в заблуждение. И новичок как думает? Вот он тут выставил. Здесь же у нас есть уровень. Мы же от уровня выставили. Здесь он выставил отложку на покупку. Заработал 3000 долларов. Ничего себе. Естественно, сразу после этого он великий трейдер. И, естественно, вводит его в заблуждение. Потом происходит слив. Но это уже отдельная история. Про сливы обычно никто никогда ничего не пишет. Обычно пишут за то, что кто-то там заработал. А по евро можно ожидать ложный пробой недавнего максимума. И полетим вниз. Также очень похоже на двойную вершину. Ника Петрова, в принципе, прекрасно все написала. Зачем я вам тут нужен? О, вот это ты тему поднял. По поводу 100 тысяч за биток взлетит. А почему вы, Артем, серьезно не воспринимаете это? Я привык к маркетс. А почему я серьезно не воспринимаю? Потому что это слишком, знаете, категоричный такой момент. Ну, к новому году 100 тысяч вряд ли мы, в принципе, дорастем до этих величин. Нужно понимать, что на данный момент у нас актив стоит 8 тысяч. И, безусловно, чтобы ему пойти наверх, представляете, какое ему нужно количество пунктов проделать. Более того, биткоином все не ограничивается. Крипто истерия, она сходит на нет. А сейчас уже все, кто хотел купить биткоин, мировая валюта будущего, туда-сюда, они все это уже сделали. И биткоин сейчас уже не представляет такой, знаете, ценности как таковой. А уже невозможно купить на него там наркотики, например, в черном интернете. Потому что, в принципе, транзакции уже стало, можно было, так скажем, отследить. Уже невозможно. То есть он потерял все те фишки, которые, в принципе, были у биткоина. Да, безусловно, многие из них, они еще остаются. Но того ажиотажа, того хайпа уже нет. Но это не означает, что биткоин не будет там стоить какое-то количество денег. Безусловно, стоит. Вот, я думаю, что справедливая его стоимость, от фонаря сейчас говорю, это 35 тысяч долларов. Просто говорю от фонаря. Хотя, если бы, знаете, я был таким типа-типа крутым аналитиком, я бы тут еще какие-нибудь там блокчейн, там еще что-нибудь умных слов бы понаделал. Я думаю, что было бы больше толку от меня в этом плане. Вы бы мне поверили. О, вы тоже читали эту статью из Редии. Ну, понятно. Артем, на тебя попадают чаще, чем на Деева. Все, как всегда, на высшем уровне. Да, у Деева тоже, в принципе, на высшем уровне. И у других партнеров компании Амаркетс тоже на высшем уровне. Поскольку компания Амаркетс, она, знаете, притягивает в себе достаточно хороших людей. Достаточно умных людей. Удачи вам! Зарабатывайте!